Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора. Да, действительно, слушайте доктора. Это наша программа. Я Светлана Занько, а напротив меня Дмитрий Александрович Курдюмов, главврач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области, постоянный дежурный врач нашей программы. Здравствуйте. Добрый день, Светлана. Тема сегодняшней программы, мы обсудили её заранее, оттолкнулись от вопросов, которые вы, слушатели, оставляете на сайте. Вы, кстати, не думайте, что мы на ваши вопросы не отвечаем. Если на сайте нет ответа, это значит, что в эфире будут ответы, вы нас слушаете каждую пятницу в 2 часа. А там был вопрос о том, когда после операции на кисти руки можно пользоваться эспандером. То есть речь идёт о реабилитации. Но Дмитрий Александрович мне сказал, что вообще весна и лето – это самое время, когда увеличивается количество травм кисти, потому что рука – наш основной рабочий инструмент на дачном участке, и вот с этим всё связано. Ну вот на этом я заканчиваю, Дмитрий Александрович, потому что я хочу, чтобы гостя нашего и эксперта вы сегодня представили, и вопросы вы ему профессиональные задавали. Да, сегодня у нас присутствует Котов Артём Александрович. Артём Александрович у нас уникальный доктор. Он не только нейрохирург, он травматолог-ортопед, но и, как мы называем, он ещё и микронейрохирург. Это тот самый человек, который восстанавливает пальцы, пришивает от конечностей. Есть опыт, когда Артём Александрович пришивал и стопы, и другие крупные сегменты. И, в общем-то, сегодня мы сделали для себя вывод в Центре травматологии ортопедии, с учётом хорошего опыта, что все операции на кисти, они должны проводиться при помощи микроскопа с технологией микрохирургической. В общем-то, этим занимается у нас отделение микрохирургии, хирургии кисти, которую Артём Александрович возглавляет. Ну а тему мы выбрали, в общем-то, сегодня не зря. У нас... Дайте возможность, Артём Александрович, поздороваться со слушателем. Добрый день, уважаемые слушатели, очень приятно. Я очень много хочу сказать вам. Думаю, будут вопросы какие-то. Да, кстати, у нас прямой эфир 211-101, 211-101. Если у вас будет вопрос по ходу нашей программы, вот сегодня вы можете звонить. 211-101. Да, и надо сказать, что наша сегодняшняя тема, она сезонная. Она сезонный характер. Когда начинается весна, все вспоминают о том, что есть огород, нужно совершить какие-то постройки, нужно построить какие-то сооружения, выехать на природу, поколоть дрова. Да, и так или иначе, к сожалению, чаще, чем обычно, случаются различные сложности травмы кисти. Это и повреждение сухожилия, это и повреждение нервов, и, в общем-то, частичная травматическая ампутация пальцев. Но в течение года отделение микрохирургии, скажем, занимается лечением последствий всего, что произошло летом, это, в общем-то, восстановление сухожилий, этапная реабилитация, вот тот самый вопрос, который мы видели. Расскажем сегодня про это. Да, это и восстановление нервного аппарата. Ну и, в общем-то, наверное, надо будет затронуть тему и спросить, Артем Александрович, а когда болят пальцы, кисти, после работы, что это такое? Всегда ли это, скажем, проблемы на уровне кисти, либо это, может быть, еще и проблемы выше уровнем, там, скажем, неврологическое, с уровнем шеи? Артем Александрович, скажите, вообще каждый год сколько серьезных травм кисти у нас происходит? Ну, четкой конкретной цифры не существует, хотя, ну, примерно раз в неделю травматическая ампутация происходит, но... А, то это когда уже отсекаются пальцы, да? Да, я про тяжелую травму кисти, а если говорить просто тяжелую травму кисти, где есть обширные скальпированные раны, там, размажженные раны, то практически такие травмы идут чуть ли не каждый день. Скажите, а раз в неделю, начиная, вот с какого времени, вот, как правило? Вот это очень зависит от того, как... Когда хорошая погода становится, да? Как клещи появляются, так и получается. То есть люди, когда едут в огород, когда начинают активно работать руками, в саду, с техникой, у кого-то мало опыта, кто-то нарушает технику безопасности, и возникают вот эти проблемы с травмой кисти. То есть они разнообразны, их очень много. Вы говорите, каждую неделю практически отрезают пальцы себе люди. В этот момент они как себя ведут? И что они должны сделать, если случается такое, чтобы сохранить кисти? Каждую неделю я беру по области, то есть мы как бы кувируем всю область. Видите, не все ампутации, они подлежат реплантации, то есть мы не говорим, что мы каждую неделю... Реплантация – это пришивание на место, да? То есть есть тяжелая травма кисти, которой нужны хорошие обработки и все прочее, но не обязательно реплантации. Как вести себя человек должен? Прежде всего, это основное... Успокоиться. Успокоиться, да. Если палец отрубил себе или отрезал? Ну, возьмем такой пример. Отрубил палец, то есть прежде всего нужно остановить кровотечение. Остановить кровотечение можно элементарно даже манжетой от тонометра. То есть максимально накачав его на плече, где... Ну, хорошо, в саду нет тонометра. Ну, просто перетянуть это же место таким же просто образом. Перетянуть на предплечье? На плече. Это плечо. На плече. На предплечье перетягивают, когда не до конца перетягивают вены, артерия остается, наоборот, кровоток увеличивается и становится еще страшнее. То есть на плече нужно перетянуть, чтобы остановить кровоток? Да. Только на плече. А пальчик завернуть? Нет, но я говорю, при больших тяжелых. Когда просто небольшая рана на пальце... А на пальце? Нет, нет, вот отрубил человек палец, перетянул себе плечо, а с отрубленным драгоценной частью что делать, чтобы ее пришить можно было? Ее нужно просто положить в полиэтиленовый пакет. Если доставка до нашего центра идет в течение часа, то можно холод не прикладывать никакой. А если более длительный промежуток времени, элементарно, можно взять из холодильника пачку пельменей или что-то такое холодное. Из морозилки? Да, завернуть ее в пакет тоже, чтобы ни контакта прямого не было. С отрубленной частью тела? Завернуть именно в бумагу или в тряпку, чтобы не было контакта со льдом прямым, чтобы она не замерзла до минуса. Угу. Отрубленная часть. И ехать к нам. И ехать к вам. А всегда ли удается в таком случае восстановить руку, пришить? Нет, все зависит от того, каким образом получена травма. Если это рубленная рана, да, урубленная рана в основании пальца, да, это можно делаться. Если это отрублен кончик пальца, там, где капилляры... Вот все-таки, Светлана, я хотел бы немножко вернуться назад, потому что у наших слушателей должно быть представление о том, как правильно сохранить. Это не всегда может произойти с ними, потому что человек, с которым происходит, он в шоке. Он, как правило, не оценивает ситуацию правильно, да, остановить кровотечение. Можно остановить на уровне плеча, а можно перетянуть палец ниже отрубленного сегмента, либо сжать, повернуть кверху, поднять, либо, скажем, завязать. То есть, если есть возможность, да, на положении... Да, какой-то резинкой можно вот здесь вот просто на основании, на основании палаты перетянуть. Это возможно. Если есть где перетягивать, то надо там перетянуть. А дальше, как Артем Александрович сказал, нужно, если до нас недалеко, то просто положить этот сегмент в пакет, да, в течение часа. Если больше, чем час, то вот этот пакет, в котором находится сегмент, нужно охладить, либо положить в холодную воду, где есть лед, либо достать из холодильника какой-то замороженный продукт, назовем так, проложить между продуктом... Ткань, бумагу, бумагу. Теплоизолирующий материал, да, и в таком виде к нам привезти. Но надо сразу сказать, что наиболее оптимальный вариант – это сегмент в пакете, вода и лед, да? Да, потому что вы спрашиваете, а когда больше шансов, чтобы прижилось? Когда правильно к нам привезли, в том числе, не только как произошла травма, но еще надо правильно к нам транспортировать. Вот если правильно все сделали люди, достали пельмени, проложили, заморозили и так далее, сколько времени есть в целом? Потому что, может быть, из района... Скажите, самый большой промежуток времени, вот из Вятских Полян, пациент, да, по-моему, у вас был... Через какой промежуток времени был положительный результат? Шесть часов. Это в литературе описано до 12 часов, но у нас не было таких наблюдений. Ну, шесть часов вполне реально. У нас было шесть часов, да. Вполне реально. Но это и это тоже еще не гарантия, да? Нет, это не гарантия, все зависит от того, какой механизм травмы. То есть, если отрывной тракцион иногда бесполезно, невозможно. Это когда неровный край и... Да, и сосуды отрывают, то есть, ну, так это не... Ворванные сосуды. Да. Но все равно шансы... Шансы есть, надо оценить. А сколько сосудов сшивается? Вот четыре на пальце сосуда, сколько вы сшиваете? Значит, золотое правило, которое было разработано в 80-х годах, это одна артерия, две вены. Что это значит? То есть, у нас на пальце четыре артерии, четыре вены и четыре нерва. А восстанавливается это к тому, что если две повреждены безнадежно, а две есть, то уже шансы, в общем-то, неплохие. А, вот как. То есть, две артерии и одна вена. Одна артерия, две вены. Одна артерия, две вены должны остаться, я так поняла. И тогда еще есть... А чем больше их останется... Ну, ушивается всегда такое количество. Большой приток крови, он не нужен, то есть... Да, всегда одну артерию берут и две вены. Насколько сложно проводить операции по восстановлению нервов порванных? Ну, нерв, он наиболее даже, можно сказать, простой при выполнении микрохирургической. Сложнее артерии, вена, вена даже самая сложная. А они прямо вот ушиваются как-то, да, сосуды? Они шиваются, да, под микроскопом. Да, микроскоп, конечно, полностью оборудован операционно, со всеми оборудованием. Вы знаете, вот в это время нужно видеть хирурга. Я наблюдаю из артерии со стороны, это вот люди, которые сидят на специальных креслах, у которых совершенно не дрожат руки, они смотрят в микроскоп. Ну, и фактически есть такое ощущение, что они не дышат, и это происходит несколько часов. Вот, и сначала, я так понимаю, что сначала восстанавливаются кости, после этого восстанавливаются сосуды, нервы, да, и сухожилия. Сухожилия операция идет до... Ну, часа четыре это минимум. Под общим наркозом? Да, конечно. Под общим наркозом. А вот кости, вы говорите, действительно мы как-то вот... Кости, кисти, руки тонкие, хрупкие. Все восстанавливаются, да. Как их восстанавливают? Туда же штифты не поставишь, наверное? Ставятся спицы. Ставятся спицы. Спицы, пластины, есть разные варианты, разные технологии, да. Можно аппарат, то есть там вариантов очень много, это все есть, это как раз вот это не проблема. То есть кости это как раз не проблема? Да. Вот мы такую тему сразу радикальную затронули. Ну, мы потому что начали с этого самого страшного, отрубили палец, это же да. Да, и надо сказать, что, наверное, трагедии случаются разные, это не всегда палец, это бывает и кисть. Так. Поступать нужно так же, бывает травматическая ампутация на уровне плеча. То же самое. Да, и тактика должна быть такая же. То есть целую руку можно пришить. Да, бывают ампутации на уровне, скажем, стопы, но вот, видите, хотел сказать, Артем Александрович, как раз он вздохнул, были у нас, был опыт пришивания даже и на уровне бедра. Но чем крупнее сегмент, тем хуже. Да. Потому что восстановление тканей пока идет полностью, это получается биологический протез, который малофункционален и во всем мире отходит от высоких ампутаций. Дело в том, что техника позволяет пришить и реплантировать сегмент большой даже, да, у нас есть опыт реплантации бедра, но этот сегмент, он в любом случае начинает болеть и не всегда выдерживает организм пациента. Вот этот процесс, ну, скажем так, когда сегмент болеет, в нем проявляются продукты распада, и здесь уже возникает даже у молодых пациентов, у нас мы должны выбирать либо гарантированную жизнь пациента, либо, ну, принимать какое-то радикальное решение, либо, значит, мы рискуем, но чего мы не имеем права. Это все решается в процессе консилиума, да? Да, безусловно. Да, и у нас, в общем-то, был такой опыт по крупным сегментам, поэтому возможно все, технически возможно все, но возникает сложный период, а затем послеоперационный, когда нужно ухаживать за тем сегментом, который реплантирован обратно, правильно провести в послеоперационном периоде, ну, и, конечно, потом реабилитацию. 211-101, это программа «Слушайте доктора». Мы говорим сегодня о травмах руки, о лечении, реабилитации. Если у вас есть вопросы, проблемы, связанные с этой, с травмами руки, пожалуйста, звоните, 211-101, нечасто у нас есть возможность в прямом эфире задавать вопросы. Вот о тяжелых травмах я бы сразу хотел задать вопрос, Анатолий Александрович. Ну, это редко случается, а чаще всего случаются порезы, сухожилия. Вот иногда у нас происходит недооценка со стороны пациентов, что повреждено сухожилие, они не считают, что этого не произошло, и если сразу можно сделать какой-то шов без радикальной пластики, то потом уже, в общем-то, только операция. А вот если случился порез на пальце, скажите, на что нужно обратить внимание пациенту и куда обратиться, да, и как может некоторым показаться, травма незначительная. Как правильно себя повести? Вот при небольших травмах кисти, конечно, тот способ остановки кротичения, кто ранее говорил, он, конечно, тут не нужен. Тут элементарно можно зажать палец, да, перетянуть палец, и тогда при боли поднять кверху, да. А в таких ситуациях, прежде всего, в любом случае, при любой ране, желательно, чтобы оценил специалист, потому что рана, она бывает разная. Бывает рана размером полсантиметра, но она повреждает чётко место прикрепления сухожилий, и когда палец перестаёт работать. А где они прикрепляются, вот сухожилия? Сухожилия есть несколько мест прикрепления. Одно это сухожилия-сгибатели, это по ладонной поверхности, ногтевая фаланга, разгибатель, ногтевая фаланга по тылу, то есть они... Покажите мне вот на своей руке, я, может быть, лучше объясню. Пока Артем Александрович показывает, у нас два сухожилия-сгибателя, поверхностные глубокие. То есть вот сухожилия, если вы представляете себе, посмотрите на свою руку, это вот верхняя фаланга пальцев, да, там, где они сгибаются. Светлана, можно покажу? Вот это вот работает глубокий сгибатель. Ну, это я-то вижу, а слушателей-то нет. А вот это поверхностные, да. Но сухожилия вот здесь вот прикрепляются. Да, поэтому, соответственно, одно сухожилие прикрепляется на средней фаланге. На средней фаланге пальца, а второе сухожилие на верхней. Вот их два. Две фаланги, да, вот эти два суставчика на каждом пальце, верхние, там сухожилие. Если порезы там находятся, то нужно... Порез может где угодно находиться, потому что сухожилие вдоль всего пальца идёт. Просто после поражения пальца, то есть раны, можно просто взять и посмотреть, сгибается ногтевая фаланга у человека или не сгибается. Если фаланга не сгибается, соответственно, повреждено сухожилие. Значит, ну, это особое внимание и обязательно к доктору. Ну, если не сгибается, обязательно, да. А последствия какие могут быть, если человек не обратился, у него повреждено даже вот таким порезом сухожилие? Тогда возникает застарелое уже повреждение сухожилия, это до месяца, с месяца уже, с момента травмы. Восстановление операции приходится выполнять практически часто двухэтапное оперативное лечение, хотя мы от этого пытаемся отходить. Вот, то есть процесс реабилитации затягивается на 5-6 месяцев. Простыми словами происходит то, что мышца этого сухожилия, она сокращается. Конец отрезанный утягивается ближе к ладони, иногда даже на предплечье, и мышца, она перестраивается, она становится... Она как пружина сжимается, да? Да, сжимается и перестраивается из мышечного состава больше в рубцовый, в рубец. И, соответственно, если травма приобретает характер застарелый, и здесь уже сразу её не натянуть на прежнее место, как вы понимаете. Никогда. Не сшить, да. И нужно делать так, чтобы, ну, этапно восстанавливать. А у нас многие пациенты обращаются через неделю, 2-3, когда рана уже зажила, ряд пациентов, и говорят, ну, сначала я думал, что из-за боли не сгибается. Ну, вот, либо там боялся притронуться, было больно. А сейчас я понимаю, что просто не гнётся. Что такое? То есть здесь каждый день важен в этой ситуации? Здесь обязательно нужно осмотр специалиста, если что-то у вас не сгибается. Вот отношение к сухожилиям, у обывателя и даже у докторов, оно, даже я когда начинал заниматься сухожилиями, я более к ним относился спокойно. Ну, сухожилия ничего страшного вроде. Так вот, моё мнение на данный момент, пусть лучше у меня будет перелом фаланги пальца, чем повреждение сухожилия, потому что кость, она восстановится, функцию она будет наносить. А с сухожилием всегда большая проблема, и это восстановление до полугода. На вопросы пациента, когда может заниматься эспандером, если адекватно проведена операция, адекватно проведена операция с первого момента, с травмой всего, то эспандером он может в полную силу заниматься не раньше, чем через 3 месяца. Не раньше, чем через 3 месяца? Да, это ответ на вопрос. Ну, а какие-то реабилитационные мероприятия до эспандера проводятся же, да, после операции? Огромное. 50% эффекта от лично выполненной операции зависит от пациента, который будет заниматься своим пальцем. Если пациент не будет им заниматься, результата не будет. Хоть кто бы делал операцию, хоть какую, хоть когда, хоть через 7 секунд после момента травмы. Соответственно, тут очень пациент должен быть информирован. Мы в своём отделении всегда проводим с ними беседу и показываем на перевязках, как необходимо сгибать, разгибать. То есть, существуют динамические шины, чаще воспользуются у детей, в день сгибания, в день разгибания, но это уже нюансы, которые занимаются... А что такое динамическая шина? Как это выглядит? Ну, в день, один день палец находится в положении сгибания, другой... Фиксируется, да? Да, фиксируется, на другой день в положении разгибания. Что позволяет с минимальными затратами, временными, восстановить движение пальца. Вот вы сейчас детей упомянули. Дети часто травмируют кисть руки? Очень часто. Чаще, чем взрослые или так же? Нет, я бы сказал, реже. Какие у детей специфические травмы? Уж они там топорами не машут, я так понимаю, и особенно на приусадебных участках не работают. Вы знаете, как человек, который был заведующим детским отделением, главным детским травматологом области, могу сказать, что проблема с детьми... Наверное, я могу вспомнить пациента полуторагодовалого, у которого было повреждено сухожилие сгибателя. Но дело в том, что если у ребёнка есть рана, он не даёт притронуться к пальцу. И провести диагностику крайне сложно. Здесь бывают проблемы с диагностикой. Если взрослый объяснит, что у меня не сгибается травма, был такой-то предмет, и во время того, когда я получил травму, мы спрашиваем, а пальцы были согнуты или разогнуты, мы пытаемся выяснить уровень. То есть ребёнок этого не рассказывает. Вот у детей травмы, конечно, реже происходят, но они требуют, в общем-то, несколько другого подхода, и они, как правило, иногда позже диагностируются. Причём родители не обращают должного внимания. Вот это важно родителям сказать, что... Да, да, они считают, что ребёнок, если не даёт прикоснуться к кисти, ну, в общем-то, ранка заживёт, и всё будет двигаться как прежде. Даже самая маленькая точечная рана, а у детей это бывают раны даже и 0,5 см, и 0,3, которые достаточно точечно могут повредить сухожилия, и выключается разгибание там всего пальца. Самое неприятное – это повреждение сухожилия. В этой ситуации, да, как вы понимаете, если нерва 4 и сосуда 4, то если повредится один из 4, в общем-то, здесь, наверное, даже не будет показаний его сшивать, но если повредится сухожилие, скажем так, глубокого сгибателя пальца, то здесь возникнет необходимость потом, возможно, даже двухэтапной тендопластики. То есть это длительный процесс, который, я вас уверяю, при любых технологиях, в любых руках не будет стопроцентный. 70% – мировая статистика. Да, он будет… Восстановление сухожилия, при… Объём движения и так далее, он не будет стопроцентный, потому что палец, чем больше ты занимаешься хирургией кисти, ты понимаешь, что это очень сложный аппарат, сгибательный-разгибательный, и не все, я точно могу заявить, и не все травматологи, и даже хирурги, кто не занимается хирургией кисти, чётко знают анатомию. Это очень тонкий, красивый, изящный и сложный инструмент кисти. Поэтому к нему нужно очень бережно относиться, и заниматься хирургией кисти должны только большие профессионалы. Которые у нас тут сидят как раз в студии. Напомню, что Артём Александрович Котов, советующее отделение микрохирургии и хирургии кисти, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург, высшей категории у нас сегодня в эфире. Мы говорим о травмах руки, лечении и реабилитации. 211-101, номер телефона прямого эфира. Задавайте свои вопросы. И вот здесь у меня сразу возник такой вопрос. Повреждение руки, не знаю, связывать, не связывать с восстановлением, но как оно сказывается на других органах? Ну вот, это ведь всё равно как-то, наверное, взаимосвязано. Давайте глубокое сейчас не об ушибах говорить. Вот эти же сухожилия, когда повреждены. Могу добавить ещё к вопросу, Светлана? И ещё вот, наверное, и нашим слушателям, наверное, важно знать, если все заболевания у нас зачастую пациенты связывают с травмами руки. Ну, с травмами, да, которые происходили. Но если болит кисть, то что это может быть? Вот о чём нужно подумать пациенту, и когда, чтобы не всё связывать с травмой, чтобы не пропустить другие заболевания? Что это может быть? Понял вопрос. Вопрос очень хороший, очень объёмный. Проблема кисти, конечно, это огромная проблема. И заболевания кисти, они могут мимикрировать, могут прятаться под другие проблемы. Кто-то говорит, что у меня вроде ревматизм, кто-то считает, что-то перетрудился, что-то ещё. Возьмём пример. Допустим, у человека по ночам болят пальцы. Вот он считает, что... Рук. Рук, да, кисть. Есть пациент, что он перетрудился в саду, и болит рука. Пройдёт, ничего страшного. Потом стало что-то неметь немножко, да? Ну, тоже ничего страшного, вроде пройдёт. И так годами запускается. Есть пациенты по 12 лет мучающиеся, такими вот просто болями, считаем. А оказывается, процесс может быть в нескольких местах. Это, прежде всего, это шея, где есть остеохондроз, который давит корешок, который нервирует кисть, и, соответственно, по ночам он даёт боль, где нужно смотреть шею, чем занимается наш центр также. Следующее, это туннельные синдромы, когда нерв зажимается в определённых узких местах. И после физической нагрузки это проявляется. Оно есть, оно потихонечку течёт, но после нагрузки возникает проявление... Причём более выраженные, да, при туннельных синдромах они очень... Да, выраженные боли и боли связаны с суточной мутой. А в каких областях могут нервы сдавливаться, чтобы нашим слушателям понимать? Вот, прежде всего, это синдром карпального канала, так называемый, бич, женщин старше 40 лет. Карпальный канал – это в области лучезапясного сустава, да? Здесь нерв пережимается, где мы носим часы, да? Так. В этом месте пережимается нерв, пальцы... И как проявляется? Проявляется онемением большого пальца, указательного. Почему он там после 40 лет пережимается? Это... Не у всех. Я понимаю. Тут очень долго рассказывать, но проблема в основном за счёт гипертрофии этой связки. Сколько таких пациентов в месяц проходит вот как раз с карпальным каналом? Раньше таких пациентов были единицей, проблема была в диагностике. Когда он плотно занялся этой проблемой, начали разговаривать с сотрудниками неврологических всяких отделений. С докторами, да? С неврологами пациенты сейчас идут очень большим потоком. В неделю я оперирую этих карпальных каналов, ну, штук 5-7-то бывает. Пациентов 5-7, да. То есть вот это люди, у которых там онемеют пальцы, да? Да. Болят. Ночные боли, онемение пальцев. Ночные боли, онемение пальцев. У них, возможно, пережимается нерв в районе, где мы носим часы. И вы знаете, я не зря спросил, Артём Александрович, а дегняно с чем? Эти пациенты с этими болями, как правило, побывали у кардиолога. Потому что мы знаем, что боли сердца иррадируют в руку, наверное, и ставили диагноз ИБС иногда. Эти пациенты обследовались в нейрохирургах, делали МРТ шейного отдела, выясняя, есть ли корешковой синдром выше. Они все бывали у ревматологов, выясняли, есть ли там, скажем, системное заболевание, да? И поражены ли суставы, множество мелких суставов, да? И, наверное, ещё диагноз был ещё с чем-то. И самое страшное, что потом, в конце концов, эти пациенты оказываются у невролога с дежурным диагнозом остеохондро шейного отдела подзвоночника, годами лечатся без эффекта. Блокады им ставят разные. Блокады делают, массажи, всё, что делают. А бывает иногда, ну, это мы не говорим, что у всех. Да, конечно. Бывает, что есть часть пациентов, у которых синдром карпального канала. А бывает, нерв сдавливается на каком уровне? Он может сдавливаться также на уровне шеи. А на уровне локтевого сустава? На уровне локтевого сустава сдавливается локтевой нерв, который отвечает за мизинец и за четвёртый палец. А, даже так? И тоже, наверное, иногда путают с шимической болезнью сердца. Да, тоже. Мизинец и четвёртый палец тоже болит там и не имеет. Чаще они не имеют, и кисть худеет. Вот это более характерно. Кисть худеет. И это значит сдавливается нерв в районе локтя. В локтя. И также здесь ещё один канал есть тоже в области запястья. То есть, вы понимаете, около 15-20 пациентов в месяц таких через нас проходят с синдромом карпального канала и в области... И это в основном женщины. Это чаще женщины. Мужчины один к шести женщинам примерно так. Ну, то есть, вот это такое заболевание. То есть, если вы думаете, что у вас там... В общем, надо прежде всего сходить к вам. Если руки мучают тебя годами и тебе ставят блокады, говорят о том, что у тебя может быть остеохондроз, не могут найти диагноза, все врачи, которых перечислил Дмитрий Александрович Курдюмов, то сходите ещё, пожалуйста, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Кому? Вот куда? В какой? Мы сейчас, мы просто говорим о том, что даже диагноз, мы тогда говорили про ишемическую болезнь сердца, диагноз сложен. Мы сейчас говорим про заболевание кисти. Здесь тоже непростой диагноз, как понимаете, он, скажем так, перекрещивается и с диагнозом ишемической болезни сердца. Поэтому, безусловно, есть, скажем так, приоритетное, ургентное состояние, которое нужно исключать в первую очередь. Что такое ургентное состояние? И наши пациенты понимали, что если есть боль в области кисти, и возникает у них хотя бы мысль о том, что здесь у кого-то, что это может быть ишемическая болезнь сердца, сначала исключать, надо её. Это понятно. И у ни у кого не должно быть сомнений. Вот она исключена. Да, но, как правило, вот мы видим, что к нам приходят пациенты, которые все эти круги прошли. И кардиолог, и невролог, значит, и ревматолог, и, в общем-то, в конечном итоге у них появляется синдром. Вот для тех, кто все прошёл эти круги, а руки всё ещё не имеют, отдельные пальцы или целиком, вот ему, в вашем центре, каким врачам нужно конкретно, в какое отделение, или в поликлинику сначала? Значит, консультативный приём нашего отделения. Нам обращаться в наше отделение, отделение микрохирургии, на наш консультативный приём. Поликлиника нашего центра. Поликлиника, да. Там доктора, если в этот день нет приёма именно нашего отделения. С карточкой, со всеми своими вот этими диагнозами, да, всё, что прошли. Они обращаются в поликлинику, у нас приём по понедельникам, по четвергам ведётся. Если в этот день приёма нашего, у нас специалиста нет, то посмотрит травматолог-ортопед, который направит к вам. Специально на нашем сайте, оно есть всегда. Да, да. И хотелось бы просто такое, просто если у вас немеют руки и болят они по ночам, то нужно обратиться к нам, и дальше мы уже проведём диагноз. Или это грыжа шеи, или это именно туннельная невропатия. Всё это делается, и да, ургентное состояние нужно экстренное, прежде всего, исключить, это ишемическое боли сердца. А так проще начать с нашего отделения. Потому что ревматология, на снимочках мы видим, как бы определим конкретно, скажем. Если это какие-то другие заболевания кисти, ведь там масса, кроме того, что есть, допустим, щёлкающий палец, болезнь нота, так называемая. Когда палец сгибается и не разгибается, щёлкает. А что это такое? Вот, это как раз так называемая болезнь нота, это тендовогениф. Но вот я... Простыми словами, это когда на сухожилии появляется такой нарост. Нарост, да. И он, скажем так, в канале, входит в канал с трудом и выходит. И вот эту патологию я встречал, опять же, при карпальном канале. Освободив срединный нерв, болезнь нота сама по себе излечена. Просасывается вот этот вот богорок, да? Удивительно, это даже для меня открытие. Ну вот это сейчас как раз наблюдаю, вот эти пациенты. То есть уходит вот это утолщение сухожилия, если рассекается карпальный канал. Это уходит... Когда у вас щелкает палец женщины после 40, вот снова, пожалуйста, отделение микрохирургии. Оттек сухожилия уходит и хватает достаточно. А вот мы поговорили про травмы, поговорили про заболевание нервов. Наверняка, ну понятно, что вместе с восстановлением сухожилий приходится восстанавливать отделение и нервы на всех уровнях. Это на уровне предплечья, плеча сшивать, это отделение микрохирургии занимается. Скажите, а вот самая, на ваш взгляд, уникальная операция, которую вы проводили, скажем, при врождённых аномалиях, что можно сказать? Ну, при, допустим, врождённой аномалии, при отсутствии первого пальца в области кисти. Делаясь операцией, мы делали полицизацию, то есть брали второй палец со стопы и пересаживали в позицию первого пальца на кисть. Первый, это большой палец? Да, чтобы восстановить хват пациента. Операция прошла успешно, пациент на данный момент пользуется этим пальцем, он снимает предохранительство, ружья, охотничьего. О, какой у вас пациент! То есть, в принципе, это, если говорить по периферической нервной системе, какие операции мы делаем... То есть, я вот ещё скажу, достаточно, вы знаете, когда... Я почему-то уже горжусь этим случаем, когда я учился в НИИ именно Турнера, это был 2006 год, я проходил ещё вторую, получал специализацию по травматологии ортопедии, ну, мне было важно там, в общем-то, поучиться. До меня приезжал тогда президент Российской Федерации, ему было показано как раз пациент... Кто тогда у нас был? Митрий Медведев? Нет, тоже был тогда Владимир Владимирович, да. Это был 2005-2006 год, но и для того, чтобы центру дали деньги на его развитие, был показан как раз пациент, которому присажены были пальцы со стопы на кисти. И это был первый удачный опыт Турнера 2005-2006 год. Наши хирурги это сделали, естественно, с каким-то определённым отставанием, это и правильно, потому что, в общем-то, политику и технологии в сфере здравоохранения задают институты, наши передовые, но так и иначе это удачный опыт, и он может быть использован не только у взрослых пациентов и у детей, чтобы, скажем, сформировать хват. Вот это сложные вещи. Мы, напоминаю, Дмитрий Саныч, говорили о сезоне летнем всё-таки, неврождённых аномалиях, у нас остается буквально 4 минуты. Давайте хотя бы сколько-то скажем об элементарном ушибе кисти руки и к чему это ведёт, и тоже как это лечить, можно ли это сделать в домашних условиях или всё-таки тоже к доктору? Ушибы есть, разные ушибы, опять же. Но если говорить небольшая отрама, когда у вас какой-то синяк, гематома, боль, это прежде всего холод, первые несколько часов, 2-3 часа холод, но не постоянно, опять же, не заморозь, чтобы не получить отморожение. Это перерыв 20 минут, и снова до часа можно, опять же, через 3 часа. Час, 20 минут перерыв, и снова час холода. Да, это так 2-3 часа. Я чуть не завалила так экзамен в институте, как раз по первой медпомощи. Я не помнила, сколько нужно делать перерыв. Это не принципиально, то есть не надо по секундам высчитывать. Дальше, значит, надо элементарно осмотреть, если у вас нет никакой патологической подвижности, если пальцы двигаются, то, в принципе, специалист здесь не нужен. Это холод, и дальше мазь обезболивающая, допустим, это же любые от ушибов. Вот пока фастум, гель, реклама идёт, масса их мази, то есть можно этой мазью, и дать возвышенное положение конечности. Как долго нужно вот так ухаживать за рукой? Возвышенное положение конечности? Опять же всё зависит от того, какой был ушиб, но обычно это... От симптомов, да? До недели восстановления. До недели восстановления. Но если человек видит или сомневается, всё ли у него хорошо, конечно, нужно прийти круглосуточно по амбулаторную полинклиническую службу нашу и там. В любом случае лучше проконсультироваться ведь, правда? Ну, логично. Тем более, что у вас сейчас там так хорошо всё налажено, что уже, ну, я просто посещаю ваше заведение в силу обстоятельств долгое время, и на глазах вижу, как вот всё меняется. Там уже даже при экстренном приёме там очередей практически никаких нет, и можно в любое время приехать и всё это сделать. Ну, и тогда ещё две минуты на... Я понимаю, что там невозможно всё сразу, на перелом конкретно там в кисти, где самые опасные места, или тоже всё опасно? Всё зависит от того, как был получен перелом. Если есть любители колотить стенку, то это пятая пястная кость. Это не наши люди. Наши люди работают на грядках. А, как правило, все вскрывают, да. Вот, а если так, то это какой-то типичный перелом от дачника не существует. Но вот хотелось бы, пока передача не закончилась, то есть попросить людей, кто занимается садоводческими работами, с режущими, пилищими аппаратами и всем прочим, прежде всего, не употреблять алкоголь, когда собираются работать. Это раз. Второе, если они работают с этим аппаратами, бензопилами всякими, циркулярными, обязательно нужно снять перчатки. Кисть должна быть без перчаток. Почему? Потому что, когда быстро вращаясь, высокоэнергетично, так сказать, оружие, да, вот это, оно цепляет за ткань и заворачивает, и очень страшно травму наносит. А вот это как-то даже не думало. Когда просто кожу цепанет, так, ну, просто говоря, она, ну, выхватит часть кожи, и всё. А перчатка она затянет... Тяжело от дурных рук и без перчатки. Спасибо большое. Артём Котов, заведующий отделением микрохирургии и хирургии кисти, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург высшей категории. Мне очень приятно было познакомить наших слушателей с вами сегодня. Я думаю, что мы ещё будем встречаться в этой студии. Дмитрий Александрович, мы с вами миссию свою сегодня выполнили. Дачников мы предупредили и сказали, что всем, пожалуйста, с травмами, в том числе и руки, в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, которые находятся у нас на улице Менделеева. Менделеева, 17. 17. Московская, 163. Но самое главное, профилактика. Центр в любом случае примет всех пациентов. Но наша цель сегодня, чтобы их было как можно меньше в этот сезон. Спасибо вам. Программа «Слушайте доктора» до следующей пятницы. Слушайте доктора.